Я пришел к сельскому хозяйству, потому что тогда-то в детстве мой дедушка мне маленькому говорил в деревне, когда я был в гостях у них. Вот смотри, колхоз, поле, трактор, вырастешь, будешь фермером, трактористом, работать в поле. И вот эти слова, они как-то мне запали в душу, и спустя какое-то время оно так и случилось. Я подал заявку на сельхоз на грант, также стартап 3 миллиона рублей, выиграл, и получается у меня с первых трех миллионов пошел весь круговорот бизнеса. Далее там уже покупил технику, морковь сажал, там веснок немножко в малых объемах сажал два гектара. Потихоньку дошел уже до 27 гектаров моркови в 1922 году, успешно проект был реализован, вырастили 50 тонн моркови с гектара, все реализовали, с инвесторами успешно рассчитались. В 20-летнем году, получается, мы вырастили 30 гектаров чеснока. Урожайность была у нас в сухом остатке 6 тонн гектара, потому что очень зоненно жаркое лето было, несмотря и на полив, но все равно засуха она немножко дает нафе. Схема посадки была тогда у нас другая. Мы сажали тонну на гектар. Сейчас мы садим уже 2,5-3 тонны на гектар, и, соответственно, у нас идет уже объем чеснока больше гектар. То есть, ну, в районе, я думаю, что 10-12 тонн, я думаю, что будет у нас в сухом остатке, а то и 15. Все зависит от природы, но в этом году у нас лето было отличное, влажное, и, конечно, были заморозки, которые чуть-чуть немножко тормознули чеснок в развитии, но благодаря заморозкам чеснок поймал стресс, а при стрессе растение начинает само себя раскачивать, стимулировать. Я рад, что у нас есть чеснок, я рад и горжусь нашим результатом.